Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. Вот-вот наступит новая пора. Новая пора по проращиванию семян, по рассаде, по высиву, всего, чего только можно. И мы все сразу же ринемся в магазины для закупки семян, для закупки стаканчиков, для закупки грунта. Ну и, конечно же, чем раньше мы это будем делать, тем раньше нам понадобятся лампы для досвечивания. Сейчас эти лампы представлены широким набором. Везде, на каждой полке каждого хозяйственного магазина можно встретить лампы с приставочкой FITO. Действительно ли они настолько полезные, действительно ли они вообще полезнее, чем обычная лампа накаливания? И как разобраться в этом широком списке всех ламп? Тема нашего разговора. Первое. Зачем вообще досвечивать рассаду? Но начнем с того, что так как мы питаемся едой, так растение, по сути дела, питается солнечным светом. Конечно же, ему нужны минеральные вещества, вода, воздух, кислород, так же, как и нам. Но без солнечного света фотосинтез никак не может протекать. То есть растение без солнечного света просто-напросто погибнет. Итак, досвечивать нужно. Это факт. Второе. Лучший свет – это солнечный. Однако, чем раньше мы начинаем новый сезон по выращиванию рассады, тем раньше мы начинаем проращивать семена. А значит, что света для нашей рассады все меньше и меньше. Потому что солнечный день не становится больше из-за того, что мы просто раньше высеяли семена. Поэтому вот эту разницу по нехватке солнечного света мы должны как-то компенсировать. Поэтому, если вы по старинке высеваете семена в почву сразу же, уже в конце весны, в начале лета, ничего досвечивать вам, соответственно, не надо. И тема этого разговора вам не будет интересна. Третье. Свет нужен для фотосинтеза. Что такое фотосинтез? Некоторых людей, конечно, пугает это сложное слово. Но на самом деле здесь нет ничего сложного. Фотосвет сам по себе. Синтез. Ну, это понятно. Это синтез. По сути дела, любое растение – это солнечная батарея, которая вырабатывает вместо электричества органические вещества. По сути дела, сахара. И побочным продуктом является кислород. Вот и все действия фотосинтеза. Следующее – это то, что нужно знать. Досвечивать нужно примерно от 12 до 16 часов в день. Да-да, именно в день. Потому что ночью досвечивать рассаду нет необходимости. Так же, как и мы с вами, растение должно ощущать и получать темноту. Потому что чередование дня и ночи составляет суть биоритмов. Так же, как и у человека. Прошу заметить. Мы тоже должны всегда ощущать периодически в сутках и темноту. Именно в темное время суток у нас с вами синтезируется основная масса мелатонина. Это гормон, который контролирует и наше взросление, и нашу молодость. Обладает противоонкологическим действием. Да и вообще, проще, наверное, говорить о том, на что этот гормон не оказывает влияние. Поэтому точно так же у растения должна быть и спокойная фаза. То есть, темновая фаза, когда растение, по сути дела, отдыхает. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, какой свет полезный для растения. Конечно, в идеале самый полезный свет – это дневной. Но сейчас, в феврале, в марте, света будет категорически не хватать. Именно для этого мы будем досвечивать. Мы можем обратить внимание, что современные рекламируемые фитолампы обладают определенными оттенками цвета. Это слабофиолетовый или же красный. И именно такие лампы большинство из нас стремятся сейчас покупать. Почему и от чего это зависит? Конечно, не хотелось бы сильно вдаваться в природу света, учитывая, что настоящим профессиональным физиком, квантовым физиком природа света еще до конца не открылась. Но те секреты света, которые мы уже можем использовать в своей жизни, конечно же, уже открылись нам и о них мы поговорим. Итак, что же такое свет? Ну, уважаемые друзья, конечно же, кому-то это покажется слишком сложной информацией. Но на самом деле все то, что известно на данный момент о свете, не нужно быть слишком умным, чтобы понять, как это все работает. Итак, суть света заключена в радуге. По сути дела, весь видимый свет, который излучает на нас солнышко, может быть разделенным на несколько цветов, которые мы все знаем по цветам радуги. И как же происходит или какая основная черта всех этих цветов? Каждый цвет цвета обладает своей собственной энергией. Казалось бы, это очень сложная информация, но на самом деле она довольно проста. Я попробую провести какую-то аналогию, которая была бы абсолютно понятна, наверное, любой аудитории. Представьте, что каждый цвет света это как мячик, который катится с определенной силой. Если по мячику ударит профессиональный футболист со всей своей силой, то этот мяч полетит настолько сильно, что сможет разбить и окно, и кому-то даже голову. То есть мячик в данном случае будет обладать очень большой энергией. Вот цвет света с такой большой энергией, как правило, будет располагаться с этой стороны, то есть в сторону от фиолетового спектра. И хочу сказать, что здесь у нас будет располагаться ультрафиолетовый свет. Почему здесь он никоим образом не нарисован? Потому что мы его глазами не можем видеть. Это невидимый спектр света. И волны света с такой длины или такого цвета обладают самой большой энергией. По сути дела, чем больше энергия света в этом за пределами видимого спектра, то есть вот здесь в ультрафиолете, тем более опасны эти волны. Стоит ли говорить о том, что самый коротковолновой ультрафиолетовый свет даже опасен нам? Он вызывает онкологию, вплоть до гибели клеток. И его, как правило, мы можем наблюдать тогда, когда происходит, скажем так, дезинфекция в различных помещениях, в больницах, кварцевания. Это облучение очень жестким ультрафиолетом, который не выдерживают никакие живые организмы. Итак, мячик, который катится с большой силой и делает очень большую работу, разбивая все подряд, это ультрафиолетовый свет. Если мы по мячику ударим чуть-чуть нежнее, то это уже будет фиолетовый спектр. То есть, чем с меньшей скоростью катится мячик, то есть, чем меньше его энергия, тем с более красной волной света мы можем сравнить этот мяч. Итак, подвожу итоги сказанного. Каждый цвет света, то есть, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, отличаются друг от друга по энергии. Выше красного света располагаются цвета, которые ближе к инфракрасному излучению, то есть, к тепловому. Они имеют большую длину, но меньшую энергию. Так вот, точно так же, как мы видим, лишь вот эти спектры, которые отражены в радуге, точно так же и растения в основном воспринимают лишь эти цвета света. И лишь они могут быть растению полезными. Однако, ученые определились, что наиболее полезные цвета света, это лежащие ближе к фиолетовому и ближе к красному. А в серединке радуги вот эти цвета растению практически бесполезны. Однако, прошу прощения у физиологов, которые, возможно, на меня сейчас поднимутся, но я думаю, реабилитируюсь к концу данного видео. На самом деле, если мы начнем разбираться в общих свойствах всех ламп, то можно по-настоящему запутаться. Все эти параметры мы можем посмотреть на упаковках ламп. Там очень слишком, там прям очень много информации, которая обычного покупателя путает, навязывая ему покупать то, что ему на самом деле не нужно. Самые главные параметры лампы, которые необходимо учитывать для покупки, для досвечивания рассады, это количество освещения, которое лампа может дать. И количество этого освещения измеряется в люминах. В данном случае, вот у нас лампочка, на ней на упаковке большими цифрами написано 620 люминов LM. И именно такой поток, эта лампа, поток света излучает. Однако, этот поток лампа излучает в разные стороны. И поэтому непосредственно до цветка доходит не весь поток. Потому что что-то падает на стол, что-то улетает в комнату, освещая саму комнату. Поэтому придумали еще второй параметр. Это люксы. То есть люксы, это те люмины, которые, вылетев из лампы, попали в нужное нам место. Казалось бы, сложно. Ну, представьте, если мы все 620 люминов освещения этой лампочки направим каким-то образом на вот этот цветочек, то все 620 люминов превратятся в 620 люксов освещенности. Но так мы сделать не можем. Поэтому приходится увеличивать количество ламп. Более того, мы привыкли досвечивать рассаду и при этом располагать светильник как можно ближе непосредственно к рассаде. При этом следует учитывать, что если мы светильник поднимем всего лишь на полметра над рассадой, освещенность рассады упадет более чем в 4 раза. Вот такие запутанные параметры можно по-настоящему голову сломать. Поэтому давайте так. Если кому-то будут интересны детали, различных параметров и характеристик всех этих ламп, вы будете меня спрашивать в комментариях. А я вам, упрощая всю информацию, просто расскажу о том, какие лампы сейчас лучше брать, какие не стоит брать, а какие вообще лучше не использовать дома. Итак, приступим. Обычная лампочка накаливания абсолютно не годится для досвечивания рассады. Она потребляет слишком много энергии, при этом полезного излучения света от нее не дождешься. Поэтому ее мы забудем сразу же. Следующие лампы, которые сейчас широко распространены, это энергоэффективные. Это один из видов газоразрядных ламп. Внутри них светятся пары ртути. Это аналоги вот таких ламп дневного освещения. Внутри находятся тоже, как правило, пары ртути. Это уже должно нас насторожить. Если же у вас уже много лет есть светильники под такие лампы, в том числе и большие, размером метр-полтора, то, конечно, вы их лучше всего и продолжайте использовать, просто покупая периодически лампы. Основные минусы это то, что я сказал, пары ртути легко разбиваются. Конечно же, хорошо, когда они висят под потолком в офисе, тогда их никто не трогает. Но если же эти лампы располагаются близко к рассаде, вы периодически там что-то делаете, можете при поливе кружечкой, баночкой разбить. Это уже приведет к некой мини-катастрофе. Пары ртути вредны. Это основной их минус. Плюс в том, что они довольно энергоэффективные, берут небольшое количество электричества, поэтому платить при их использовании за электричество не придется настолько много, насколько бы вы платили при использовании обычных ламп накаливания. Итак, в настоящее время я бы рекомендовал использовать самые энергоэффективные, на мой взгляд, лампы. Это светодиодные. Под стандартный цоколь. Она подходит даже под простой какой-то светильник. Достаточно вкрутить ее вместо обычной лампы накаливания. Потребляет минимум мощности. Всего лишь до 10 ватт. На рассаду, на подоконнике, даже в ящиках, на каких-то штативах таких ламп нужно всего лишь 10. А энергии будет тянуть, как одна лампа накаливания. Энергоэффективность просто зашкаливает. КПД у некоторых более дорогих вариантов более 90% и 99% у некоторых светодиодных ламп. Это просто писк сезона и на самом деле самые энергоэффективные лампочки. Если у вас есть чуть-чуть побольше денег и вы можете купить готовые вот такие светильники, то, конечно же, это будет еще более лучшим вариантом, потому что для досвечивания рассады на подоконнике вам понадобится таких светильников. Примерно всего лишь только 2 штуки, причем света рассада будет получать полностью необходимое количество и еще маленький возик. Конечно же, я не могу не сказать о новых модных лампах, которые называются филаментные лампы. По цене они уже сравниваются с обычными светодиодными стандартными лампочками. Напоминают лампу накаливания, только внутри вместо нитей накала находятся светодиодные нити. Это вытянутые нити, на которых нанесена светодиодная масса, по сути дела, или светодиоды, покрытые люминофором. То есть, они тоже приспособлены под стандартный цоколь, потребляют минимум электроэнергии, то есть, их мощность в районе 10 Вт всего лишь. При этом излучают самый подходящий для нашей рассады свет. По сути дела, 2-3 филаментные лампы будут досвечивать вашу рассаду идеально. Итак, подводя итоги, я хочу вам сказать, что в настоящее время наиболее выгодными лампами для досвечивания рассады являются не новомодные с наворотами фитолампы, а обычные светодиодные лампочки. Если у вас есть деньги на покупку светодиодных лент, их тоже можно купить, они вполне годны, но особенность их использования заключается в том, что наряду с покупкой самой этой ленты нужно и купить адаптеры, которые переводят 220 в, как правило, используемые светодиодными лентами, 12 либо 24 Вольта. То есть покупка светодиодной ленты будет сопровождаться покупкой еще дополнительного оборудования, что, как правило, усложняет их использование, но если вы к этому готовы, то светодиодная лента подходит тоже идеально. Учитывайте только, что, несмотря на то, что говорят, что светодиодная лента не нагревается, да, как правило, электроэнергия, которая перерабатывается на свет, можно так сказать, в светодиодных лентах, действительно идет в большинстве своем на 90% КПД на излучение света. На самом деле основа светодиода будет греться и если это светодиодная лента с большой частотой расположения светодиодов, то лепить ее нужно на какой-то металлический или алюминиевый базу, а не на пластик, не на картон, потому что будет происходить нагревание. Светодиоды будут перегорать и не будут выхаживать свой срок службы. Итак, в этом видео я, конечно же, не затронул очень много различных характеристик ламп, которые по-настоящему для обычного потребителя являются, поверьте мне, несущественными. Не обращайте на кричащие маркетинговые кличи, написанные на коробках из-под ламп, таких как светосинтетический поток или фотосинтетический поток или поток фотосинтетических фотонов. Это все маркетинг. По сути дела, для обычного обывателя эта информация не нужна. Используйте только лампы, просто у которых очень яркое свечение. Используйте отражатели, чтобы купировать свет, направить только на рассаду, чтобы как можно меньше было потерь освещенности на окружающие предметы. И, конечно же, не могу еще не сказать о том, что новомодные вот эти цветные фиолетовые и красные лампы, по сути дела, они еще и вредны нашему с вами зрению. Если у вас каждый день вечером и утром будет светить в комнате такая лампа, то, поверьте, для зрения это будет не очень приятно, как минимум, а вредно в том числе. Также, для тех, кто не услышал информации о том, когда нужно начинать досвечивать и тогда, когда досвечивание нужно прекращать. Помните, что после прорастания семян досвечивать вот такие молодые проростки нужно, по сути дела, круглосуточно в течение 4 дней. После 4 суток досвечивать нужно от 12 до 16 часов. Для каждой культуры свой собственный промежуток по времени его можно найти в интернете для каждой культуры. Но если вы плюс-минус 2-3 часа не будете пересвечивать, если вы не будете досвечивать или будете пересвечивать, хуже от этого, поверьте мне, не будет. Помните, что все остальные спектры света, даже если у вас модные лампы синего и красного, фиолетового цвета, все остальные спектры рассада будет получать еще и от солнца, когда она находится на подоконнике. Если же у вас рассада досвечивается полным циклом, то есть вы ее, грубо говоря, в подвале досвечиваете, то обязательно должна присутствовать и лампа обычного дневного света. Потому что, несмотря на то, что, как я вам объяснил, для фотосинтеза необходимы фиолетовые спектры или же красные спектры, кроме этого и все другие спектры в той или иной мере будут выполнять биологическую роль для растения. От фототропизма до усиления клеточных стенок растения. Поэтому свет растения должно получать всех спектров, хоть и не в полной мере. На этом данное видео я заканчиваю. И несмотря на то, что у многих это видео родило еще больше вопросов, я еще раз призываю вас задавать вопросы в комментариях. На этом с вами прощаюсь. Надеюсь, была эта информация полезная. Не ведитесь на маркетинговые предложения дельцов и всего хорошего. До скорой встречи.